Девушки отдыхают У научного музея Лондона целый день готовилось что-то грандиозное. Первым появился автор теории большого взрыва Стивен Хокинг. Но его появление взрыва не произвело, потому что пока публика сообразила, кто это, его уже увезли. Затем пришел бывший гитарист группы Queen Брайан Мэй. Без гитары. Герой. Настоящий герой. Это здорово, что он здесь. Мы думаем сейчас, что на них работала наука, но все-таки главными были люди, такие как Алексей. Они пробовали новые и шли на очень серьезный риск, чтобы заставить науку работать. Хокинг не собирался говорить, Мэй не собирался петь. Зачем же выстроились эти люди? Редчайшее зрелище для Великобритании. Живая очередь. Все эти люди, может быть, и хотели, но не смогли стать космонавтами. И поэтому они собрались здесь, чтобы послушать выступление первого человека, вышедшего в открытый космос. Алексей Леонова. Британия известна своими теоретическими исследованиями космоса. Взять того же Стивена Хокинга. Но практики из России интересовали англичан всегда. Юрий Гагарин отправился на прием к английской королеве через пару месяцев после возвращения из невесомости. И он захлеб рассказывал об этом, как конгресс летельщиков, как машина с номером ЮГЭ, номер один, и объект вместе с королевой. И там 13 предметов слева-справа. 80-летний Алексей Леонов знает, как насмешить английскую публику. Он рассказал, как предлагал посадить корабль на Красной площади, да побоялся все звездочки сбить. В итоге сели в тайге. Паша выпрыгнул из корабля, и оказался одна голова сверху. В снегу был. Полтора метра снег. Я выпрыгнул то же самое. Представляете, космический корабль. Рядом две головы. И снег упорщает. Выход Леонова в открытый космос. Сюжет для скороносного фильма «Гравитация» и готовящиеся отечественные картины «Время первых». Ему посвятил песню 39 Брайан Мэй. Космос как искусство. Таков был мотив встречи с Леоновым в Лондоне. И потому выстроилась такая толпа. Стармус – это старс-мюзик. Это музыка звезды. И сейчас главное предложение Стармуса на веб-сайте пишется «Inspired by stars and music». Вдохновленное звездами и музыкой. Леонову в космосе потрясли яркие краски. Он стал художником. Сегодня нарисовал портрет своего космического небывалого друга Стивена Хокинга. Космос и искусство. Интеллект и творчество. Формулы на грифельной доске и шутки. Алексей Леонов показал Лондону, что все близко и взаимосвязано, как элементы Вселенной. Лиза Герсон и Борис Халфин. Специально для НТВ. Лондон.